Беларусь и Китай станут участниками новой территории, опережающей развитие в России. Новая экономическая зона будет формироваться в том числе и на основе наработок индустриального парка «Великий камень». Законопроект, который будет регулировать работу, уже принят. Окончательно на подписание он выйдет, как обещают в Москве, в нынешнюю осеннюю сессию. Минтруда информирует об оплачиваемых общественных работах. Многие из них сезонные, к примеру, благоустройство, а также сбор урожая не требует дополнительной правоподготовки и имеют социальную значимость, помогают вовлекать в активную трудовую жизнь людей. В разных регионах страны оплата такого труда варьируется в среднем от 29 до 80 в день. На Бобруйской арене прошел матч между Динамо Шинник и Крыльями Советов. Ранее команды встречались на международном турнире на призы председателя Бобруйского горосполкома. Тогда верх взял коллектив из Москвы. На этот раз победа осталась за Шинниками 5-2 в пользу хозяев и хэт-трик на счету Николая Салыга. МЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности 9-10 сентября на большей части территорий Гомельской и Могилевской областей. Как отмечается, могут возникать пожары в природных экосистемах. Вероятно, распространение огня на населенные пункты, линии электропередачи и связи. Театр драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича приглашает на открытие юбилейного 80-го театрального сезона. 13 сентября в 18 часов зрителей ждет премьера музыкальной комедии «Идиллия». В вестибюле развернется насыщенная программа. Живая музыка, выставка работ декоративно-прикладного искусства, танцевальная мастерская. Субтитры создавал DimaTorzok